Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Это Радио Болтком Программа «Встретились, поговорили» В студии Олег Пека И сегодня мы встречаемся, говорим На очень интересной темы Действительно, чувствуется приближение весны Вот куда не выйдешь в парк, ты видишь Не только влюбленных парочек, влюбленные голуби Да боже мой, у меня ворона Высиживает яйца, вот прямо в гнезде Напротив дома И понимаешь, что миром правит любовь И сегодня у нас в студии Психолог, психоаналитик, кандидат психологических наук Доцент Ирина Сергеевна Богачек Из Санкт-Петербурга, здравствуйте Здравствуйте И у нас сегодня организатор мероприятий Елена Михайлова, благодаря которой Огромное количество событий интереснейших происходит В частности, вот и наша встреча Здравствуйте И мы, вот я скажу по секрету Очень надеемся, что эти встречи будут Регулярными, периодическими И мы сможем поговорить о каких-то психологических проблемах И вещах, которые волнуют людей И сегодняшняя вот тема Она будет, ну, если можно так сформулировать Посвящена парам Что делать, вот сколько Как образуются пары Как они расходятся По каким причинам И если у вас будут вопросы Во второй половине программы Мы, наверное, уже так можем их принимать По телефонам 6-7-212-93-9 И 6-7-213-93-9 Ну и, наверное, самое-то главное Что такое пара? Вот как можно понять Вот что образовалась пара? Вообще я сейчас вас удивлю На самом деле пара – это миф И это исключительно социально-культуральное Такое вот Я не знаю Такой феномен Изначально в природе это не заложено Наша бессознательная вообще полигамна Более того Ему все равно, кто будет твоя пара А человек этого же пола Или противоположного Все зависит от того Насколько сильны в тебе Два тех самых архетипа То есть женский анима Или мужской анимус Современная женщина, к сожалению Ну, в общем, для нас, Лена, это не секрет В них очень много анимуса То есть внутреннего такого мужчины И поэтому многие женщины Начинают сетовать и говорят Да что ж такое? Почему же рядом со мной нет сильного мужчины? Ну, а как же он будет? Это тогда уже что? Два сильных мужчины Это или война Или не очень Ну, может быть, так Здоровая любовь С точки зрения такой классики жанра Ирина, это касается животного мира в том числе? Конечно То есть мы все оттуда Но, с другой стороны Вот есть фантастический роман Айзека Азимова Где для того, чтобы Родить наследников В другой цивилизации Там нужно три вообще То есть чтобы Сошлись вообще втроем И втроем Оказывается, еще сложнее Чем вот найти себе Эту же не пару А двух партнеров А я скажу еще больше Например, великий Карл Густав Юнг Гений Сказал о том, что В отношениях не двое, а четверо И называют отношения квадричными А именно, что внутри каждой женщины Есть внутренний мужчина И внутри каждого мужчины Есть внутренняя женщина И поэтому в отношениях что? Четыре Кватра Квадричные отношения Некий легкий вариант шизофрении, да? Здесь даже еще какая интересная история Вот какой у женщины внутренний мужчина Таких она внешних притягивает Поэтому очень часто женщины говорят Да что ж такое, мне опять достался Вот, ну, например, там Алкоголизирующий Или, допустим, такой беспутный работать не хочет И так далее Вот, а у мужчины Я уже, по-моему, говорила об этом Есть только одна проекция его внутренней женщины И это, к радости или к счастью Это проекция его мамы А женщина может распознать этого мужчину И, так сказать, больше не наступать На эти же самые грабли А визуализировать, ну, некий другой образ Чтобы притягивать его Да-да-да Это чисто по каким-то косвенным признакам Потому что, если вы обратите внимание на тех людей Которые к вам притягиваются, да Плюс-минус у них у всех будут общие какие-то черты Женщину в этом смысле проще Потому что женщины более пластичные, гибкие И, ну, например, можно прийти на сеанс психотерапии Сделать такую технику Называется трансформация внутреннего мужчины На, так сказать, натюнинговать его различными качествами Да Вот И потом 20 дней ждем Ровно столько формироваться Поменять же куриц на Мерседес Да Вот будете смеяться Но современные методы интегративной психотерапии Позволяют это сделать Это правда Да Мужчинам, к сожалению, нет Их можно только примирить с их внутренней проекцией То бишь с мамой Например, мужчина говорит А я там свою маму, ну, ненавижу Или, допустим, у меня с ней какие-то конфликты Или она была такая давящая Всю жизнь меня порабощала Хотела из меня сделать сильного мужчины А я там на дудочке хотела играть Вот Ну, только в таком плане А вообще психоанализ, я, по-моему, говорила тоже об этом Отношения в паре – это отношения с мамой И у мужчин, и у женщин Кошмар, то есть человек может даже с мамой быть в плохих отношениях Но подсознательно ищет ее проекцию Все равно вот ему нужна такая же Мужчина, да То есть фактически, получается, нужно изначально выстроить положительное отношение к маме И найти в ней ту хорошую, ту сторону Скорее, первично, мама должна выстроить хорошее и позитивное отношение со своей другом Но если мама не в состоянии и не осознает это А сын или дочь осознает, да, какую причину То есть ты тогда изначально, ну, этот ребенок должен, да, полюбить маму такой, какая она есть Скорее, знаешь, иногда бывает очень сложно полюбить Но хотя бы, во всяком случае, принять и быть ей благодарной за то, что я на этом свете Отношения сложные, разные Нельзя однозначно сказать Вот, слушайте, бросайте курить, курить там вредно Ну, человек вышел на крылечко и закурил, сказал До свидания, мы больше к такому психологу не придем Вот А вообще в основе пар, конечно же, лежит взаимное влечение Вот Взаимное влечение И вот здесь какая история интересная Влечение-то величина непостоянная И даже существует такое мнение, что любовная страсть Ученые подсчитали, я не очень верю в статистике Ну, так, для того, чтобы плюс-минус мы ориентировались на какие-то цифры Говорят о том, что 317 с половиной дней живет страсть Так точно, прямо вот они определены Вот, американцы, да, то есть они Дорогой, через полчаса у нас все заканчивается А вот дальше давай будем думать, да, что же нам делать Следующий, заходи, да Говоря про страсть Вот, по-моему, Вупи Гулбер был такой замечательный в свое время там стендап Когда она рассказывала вот именно какую-то очень длинную притчу О том, как мужчина выбирал себе женщину И вот он там как будто бы искал себе вот и умную И в общем какие-то давал задания женщинам И заканчивалось это все очень просто А выбрал он ту, у которой больше бюст То есть вот, ну, как бы Да, да, да Да, вот действительно ли это вот Ну, то есть вот как будто бы мужчина говорит, что мне нужна такая Чтобы вот и с юмором, и там понимающий хорошо А все равно вот у него в подсознании По большому счету только один Да, вот один какой-то критерий И этот критерий его у мамы И тут ничего мы не можем поделать То есть нам в кино маму-то не показали Самый главный секрет нам не раскрыли Но вот что действительно делать, если влечение уходит И вот прошли, протикали эти 317 с половиной суток Неужели это означает крах, конец расставания пары? Очень хороший вопрос, да Очень часто его задают Дело в том, что там, где влечение пропадает Начинает работать любовь И поэтому немножко стоит поговорить о том, что же такое любовь И, например, моя профессора, учитель мой, академик Дмитриева Ей очень нравится определение Франкла Который говорит о том, что любовь – это такое вот тотальное принятие человека Со всеми его как бы недостатками, способностями, талантами, капризами и так далее Мне нравится другой, я вот люблю более такую математическую схему Предложено, опять же таки, американцами Они говорят, что есть три уровня Это уровень телесный, сексуальный Есть уровень эмоциональный То есть когда мы говорим «это мой человек» То есть и нам все равно куда вместе Или мы на футбол, или мы в Макдональдс, или мы в горы лезем Или мы просто валяемся на диване На одной волне, как говорится И по большому счету нам даже никто не нужен И есть третий уровень, ментальный То есть когда люди влюбляются в идею То есть в мысли своего партнера Существует такое понятие «москороогенная зона» Я вот очень… Ну, то, что касается меня, для меня это очень крайне важно Да, вот Хотя… И вот когда есть все вот эти три составляющих Это и есть любовь И там, где немножечко снижается влечение А именно телесный уровень, да, сексуальный Начинают работать два других И постепенно влечение, оно по синусоиде То есть снизилось, снова снизилось, снова поднялось Главное этого не пугаться Вот и все То есть, насколько я понимаю Если существует только телесное влечение, да То тогда крах этим отношениям А если существует, скажем, ну вот основа Ну еще что-то, да Да, психология, мозг И на одной волне с человеком Тогда, как говорится, и телесное Оно будет все время поддерживаться За счет того, что у тебя возбуждается эрогенная зона Конечно, конечно А вы помните еще про ту линейку приоритетов Которую я рассказывала Она всегда просто вот очень хорошо, да, проиллюстрирует Канадцы, да, ее предложили Что на первом месте это взаимные интересы На втором месте это совместные гурме пристрастия Да, то есть нам должно нравиться есть одинаковую еду А не так, что я вот жую сельдерей А ты вот тут вот, значит, стейк То есть у тебя возникает ощущение Может ли быть мясоед с вегетарианцем С веганом? Да, с веганом Значит, тогда они должны договариваться И чаще всего даже это может послужить причиной того, что пары распадаются Да Да, да Потому что у мужчины на бессознательном уровне Возникает ощущение, что его женщина нездорова Если она сидит и кушает только один стебелек какой-то Тогда окей, каких она мне детей родит Ну а если она красивая, энергичная, из нее просто прет здоровье Хотя бы что-то придумай, что с ним есть Тогда пусть заказываем блюдо, я не знаю, стейк со спаржей Значит, мне стейк, а тебе спаржу Я думаю, что производители должны взять это на заметку Делать мясо в форме, ну, в форме там спаржи Да, или соевое мясо Таким образом, мужчина будет спокойно Да, 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 или наоборот Если мы говорим уже о том, что получается так, что разные совершенно люди Тут бывает, что притягиваются Обязательно ли противоположности притягиваются? Какие вот могут быть взаимоотношения вот в этой паре? То есть, которые появляются Как они друг с другом реагируют? Спасибо большое за вопрос Дело в том, что существует два типа отношений в паре Это либо гостеприимство, либо враждебность Чаще всего в парах действительно враждебность Потому что людям, да, гостеприимность – это значит открыть себя Показать всю свою внутреннюю составляющую А это очень страшно Это для сильных людей Это очень страшно И именно это требуется больше силы для того, чтобы показать свои слабости Чаще люди принимают вторую историю – враждебность Ну это так называется враждебность А на самом деле Да, мы просто говорим Если ты женщина, значит, будь любезна, сделай то-то, то-то, то-то А если ты мужчина, ну давай вот мы тебе поручим делать то-то, то-то, то-то Вот это же чисто мужские дела А на самом деле это есть не что иное, как силовые игры Которые люди придумали для того, чтобы вот так символически воевать друг с другом То есть не существует на самом деле каких-то женских обязанностей? Конечно же, мужские вообще не существуют То есть женщина может взять топор, пойти в лес, стрелять медведя, да, и так далее А мужчина в это время будет грудью кормить ребенка И стирать полгодки, да? Запросто, и сколько угодно Действительно, современных семей, когда женщина реализуется Потому что у нее сильный внутренний анимус Ну, безусловно, в наших традициях не совсем еще принято, да? Ну, например, женщины главы корпораций каких-то А рядом мужчина, например, художник или архитектор, который там делает проект И тут же скачет ребенок в манеже Он там ему молочко, значит, развел И кормит И никто не в претензиях по отношению друг к другу Ну, мы вот, получается, что все время говорим, что враждебность Враждебность, то есть это как наиболее распространенный тип отношений в паре А все-таки, если в паре позитивные отношения, то есть это хорошо или плохо? Ой, какой замечательный вопрос Олег задали мне Дело в том, что действительно, мы все время про минусы Но на самом деле есть и плюсы, плюсы, которые все скажут Ух, как здорово, что у людей это есть Но эти плюсы могут послужить тоже причиной к тому, что пара распадется Ну, например, такое понятие, как полное слияние Полное слияние или два в одном флаконе Он такой же, как я, нам нравится делать одно и то же А мой мужчина, если мы прожечь, мой мужчина, он заменяет мне и любовника, и партнера, и ребенка, и так далее А потом вдруг рождается действительно ребенок И у мужчин просто взрыв мозга, извините Потому что, оказывается, есть еще какой-то конкурент И действительно люди могут разойтись из-за этого Именно потому, что вот у них была такая очень жесткая модель Что мы вдвоем, и никто нам больше не нужен Или вот эта общность интересов Нам нравится все вместе, нам нравится все вместе, нам нравится все вместе А потом выясняется, что он, оказывается, любит еще что-то, а она еще что-то Как же? Ведь мы же считали, что нам нравится все одинаковое И это тоже может послужить камнем преткновения Что, оказывается, мы с тобой не искренне, и мы, оказывается, уже не такие одинаковые Поэтому два в одном флаконе – это все-таки опасная тенденция Наверное, когда отношения только зарождаются, то, как правило, два человека И, ну, они и сливаются в что-то единое целое Изначально интересы какие-то должны быть Но свои собственные, отдельные – это обязательно То есть именно вот своя какая-то огражденная жизнь Это вот я собираю марк, я хожу на собрание там филателистов И если не интересует это другого человека, не обязательно его тянуть, заставлять заниматься с тобой, разделять эту страсть То есть это абсолютно как раз, наоборот, залог хорошей Конечно, другое дело, что ты вот в том, что у тебя есть, и тебя это интересует Ты должен динамику какую-то показывать И тогда твой партнер будет говорить Он будет тобой хвастаться Он говорит, да, знаете, у него такая интересная, значит, там тема Вот книжки про неврозы она пишет Но хотите, я вам подарю? Ну, почитайте там на досуге такая страшная сказка на ночь То, что тебе непонятно, да, оно тебя еще и в какой-то степени заводит и вызывает уважение Что есть много других людей, которые восхищаются этим Или которые на одной волне, да, и они поддерживают твоего партнера в этом его интересе В тех же даже самых марочках и так далее Но есть же еще один, ну, я не знаю, тип отношений или нет Но когда люди настолько вот влюблены, они настолько ослеплены на любовь Что они идут на любые жертвы для своего партнера И наоборот, они как бы бравируют и готовы вот все бросить Вот хочешь, там, я уйду с этой, там, не знаю, с работы своей любимой Но вот я займусь тем делом, которое будет за него приносить больше денег Ну, если говорить о мужчине и так далее Действительно, иногда люди считают, что в паре вот уровень вот этой помощи Должен достигать, я не знаю, армии спасения какой-то Вот давай я для тебя сделаю что-то Некие жертвы, да? Некие жертвы Понятное дело, что изначально в этой паре уже люди со своими внутренними личностными историями То есть, например, кто-то в позиции жертва, а кто-то в позиции спасателя Да? И действительно, хорошо, я ради тебя брошу пить А давай я тебе помогу справиться, да, с этой твоей проблемой А давай я ради тебя, там, еще что-то изменю Хорошо, давай я тебе помогу справиться с этим И вот дальше два варианта Либо, когда я уже выздоровела, так сказать, да, мне уже не нужен свидетель Бывших моих вот упаднических настроений, моих проблем и так далее И, то есть, ищется другой партнер Либо человек становится заложником Потому что тебе все время говорят Ну, это же я сделала Ну, или сделала, или сделала, там, неважно, да То есть, мы здесь и в ту, и в другую сторону работаем Это же я сделала Вспомните, пожалуйста, ту самую мадам Хоботову, да Которая говорила, Хоботов, ты мой крест Значит, мы переезжаем все вместе Никто, кроме меня, тебя не сможет переносить То есть, и люди становятся заложниками таких отношений Они начинают ненавидеть своего партнера Дала лучшие годы своей жизни Это классический Да, это фраза классическая Да, да, да А хочется спросить, а кто тебя просил? Да, просил Да, да Это же твоя воля, это твой выбор Зачем же ты тогда перекладываешь ответственность на кого-то другого? А если это происходит, вот по, скажем, понятию Добро бросают в воду Совершенно незаменно И просто человек, ну, помогает, скажем, при этом находясь в тени Но таким образом он помогает вытащить человека и сделать его лучше Тогда эти отношения, они обречены на успех? Здесь, очень хорошо Лена сказала Здесь история следующая Здесь нужно говорить мы Мы справимся, у нас получится Мы преодолеем А давай попробуем так Ну, хуже уже не будет, да Вот, и тогда эту ответственность мы делим на двоих Мы договорились Вот то, что называется общественный договор Ну да, потому что когда это в форме упрекла А когда я уже для тебя делала Тогда человек говорит, а я не просил тебя А вот если мы договорились А давай попробуем так Вы знаете, очень хороший пример маленький приведу Одна из моих коллег-психоаналитиков Она поехала, она работает в службе МЧС И она поехала в какую-то зону конфликтов Она была замужем за профессором И вот она там встречает мужчину, ну, полковника Или не полковника Ну, настоящего полковника Давайте так, для красоты картинки Вот, он был военный И он настолько влюбил в свою работу Он сказал, я понял, я хочу быть психологом И она сказала ему, да, давай Она ушла от своего мужа профессора Они поженились В 45 лет она рожает ребенка Он как раз учится в институте психоанализа И сидит с этим ребенком Она зарабатывает в это время деньги Но когда через 3 года он получает диплом Все становится, ну, как бы на свои места Она снова занимается ребенком Да, отдыхает домом Ну, и, безусловно, ведет консультации А он уже организовывает фирму И сейчас он очень известный тренер Это все вопрос договора общественного Еще один вот тип, наверное, отношений Когда, может быть, любовь на расстоянии Делает общение дефицитом С одной стороны, вот мы говорим о том Что полностью растворяться очень тяжело и плохо А с другой стороны, вот если, может быть Как раз-таки возникает вот этот дефицит общения И люди, ну, встречаются буквально там Я не знаю, он в одном городе, она в другом Или какие-то, ну, вот возникают такого рода Это хорошо или плохо? Дело в том, что у всех людей разные критерии любви Вот для меня, например, один из критериев любви Когда мне с партнером очень комфортно молчать Ну, например, там, ехать 5 часов в машине Не чувствовать, что ему со мной скучно Или мне с ним скучно Просто молчать, например, там, слушать музыку Вот у каждого свои критерии любви Но действительно, если это тотально и все время Вроде как мы в одном пространстве, но мы не общаемся Тогда мы начинаем, психика человеческая так устроена Она всегда стремится к завершению И если мы чего-то не знаем конкретно Мы это додумываем Мы начинаем фантазировать И мы пытаемся угадать слова своего партнера Мысли своего партнера Его дальнейшие действия А чего проще, действительно, просто спросить Потому что у каждого своя психическая реальность И на одну и ту же историю Ну, например, мы можем вообще посмотреть разными глазами А в нашем, вот если два в одном флаконе Нет, ну он же должен так же думать, как и я Или воспринимать точно так же, как и я Вы знаете, мы как-то давным-давно сидели Смотрели с супругом фильм «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским И мой супруг достаточно серьезный бизнесмен такой, да Вот, я смотрю, он сидит и плачет Я так удивилась Я ничего не говорила, я не трогала его Но вот разница восприятия Нет, ну «Гамлет» и «Гамлет», какой-то вообще старенький фильм То есть, ну, конечно же, хороший актер, знаменитое произведение Но меня вообще не зацепило Я реву, когда я смотрю «Белый бем, черное ухо» Не могу я смотреть этот фильм Вот даже вот если, допустим, где-то хочется Начало смотрю, пока еще, да, вот «Хозяин жив» Это все, вторую часть фильма «Гамлет» Разная, разная психическая реальность И если мы не общаемся То, конечно же, как мы узнаем своего партнера Это одна из главных задач – разговаривать И каждый день узнавать что-то новое, 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 новое Мы сейчас сделаем, наверное, небольшую паузу После чего вернемся в студию Я напомню, что сегодня у нас в студии психолог-психоаналитик Кандидат психологических наук, доцент Ирина Сергеевна Богачик И мы можем во второй части, может быть, и принимать ваши звонки Так что, если есть у вас какие-то вопросы, накопившиеся по поводу НТУ Вы можете звонить нам в студию Да, мы продолжаем, продолжаем наш эфир Программа «Встретились», «Поговорили» И сегодня я напоминаю, что в нашей студии психолог-психоаналитик из России Кандидат психологических наук, доцент Ирина Богачик И Елена Михайлова, организатор мероприятий Которые тоже принимают участие в нашем разговоре Будем ли мы там заканчивать все-таки то, что мы затронули гостевой брак Вот этот момент людей Насколько это расстояние Некоторые же говорят, что наоборот Мы не успеваем надоедать друг другу Мы всегда встречаемся как будто бы прямо в первый раз А вот насколько такой брак может быть прочным? Вы знаете, все психологи в один голос вам скажут Что если у людей нет совместных планов Если люди не выстраивают хотя бы Плюс оно пусть минус не получится Но не выстраивают свое будущее Через какое-то время наступает скука и страх Потому что когда я не знаю А ведь можно же совместные планы выстраивать Даже если ты находишься, скажем, в разных жилплощадях Разные жилплощади это уже не один дом И поэтому у нас не может быть с тобой совместных планов Они могут быть только, может быть, плюс-минус по воспитанию детей А дом может быть один Но, допустим, жить или работать Люди могут действительно в разных городах И это в какой-то степени Вот на сегодняшний день Это вообще прекрасная история Потому что каждый может реализовываться где-то Приезжать в свой любимый дом Где тебя ждут, где дети с дедушками и бабушками И это очень хорошо То есть, в принципе, замечательно жить вместе Но, скажем, на какой-то период Расставаться для того, чтобы соскучиться друг по другу Пусть лучше мы соскучимся друг по другу Работая где-то, да, в разных городах А может быть и странах Чем находиться в одном городе Жить в разных квартирах Люди тревожные И сразу возникает вопрос А почему он живет в той квартире? Один или одна? Значит, туда, возможно, приходит кто-то еще другой Ну да, в какой-то момент этот вопрос действительно может возникнуть И он возникнет, да 67212-93-9 67213-93-9 Телефоны в нашей студии Вот тут же название Вот просто к нам слушатель Добрый день Добрый день, пожалуйста Я хотела сказать большое спасибо Вот за эту историю с Белым Бимом Потому что я уходила от телевизора Вот я тоже не могла его досмотреть Еще какие-то кино не могла Мне муж объяснял, что Тебе только Пчелку Майя смотреть Я думала, что это Я какая-то ущербная А оказывается, я не одна такая Я вот это обуху чувствительность слишком большую Спасибо Спасибо, спасибо Да, ну вот то есть Успокоили мы слушателей Что не обязательно всем нужно быть Или там черствыми, бесчувственными Или наоборот вместе плакать над одним фильмом Можно плакать над разными фильмами А вот что Есть ли какие-то признаки Действительно того, что отношения становятся уже Необоротимо, не знаю, токсичными Как сейчас вот говорят Что об этом может свидетельствовать Да, действительно, я хотела бы сказать Что уже существует такая стадия отношений Когда отношения становятся токсичными И я перечислю буквально несколько признаков Мы можем поговорить на эту тему Ну, например, признаком токсичных отношений Может стать так называемое паразитирование Когда один, ну, извините за выражение, вкалывает А другой реализует свои детские мечты Я вот совершенно недавно тут как раз такую историю услышала Мой коллега на радио в России Он рассказал мне про свою супругу Она у него актриса И она говорит ему Слушай, ну, ты знаешь, я вот такую роль хочу Такую, такую Ты работай А он тоже актер, кстати Она ему говорит Ну, давай вот сейчас я пока реализуюсь Но все-таки я женщина Мой век молодости, да, не так долг И, в общем, она то одну роль какую-то там играла То другое Он говорит, я все работала, работала Думаю, что ж такое Ну, а я-то когда-нибудь вообще вот смогу тоже Ну, свои мечты осуществить И тут она приходит к нему и говорит Ты знаешь, ты не мог бы вообще пойти к режиссеру И договориться о том, чтобы мне дали какую-то там роль Потому что мне не дают И он говорит, я понял, что, видимо, мои мечты вообще никогда не осуществлятся То есть все, что я делаю, да А более того, она его постоянно кормила, знаете, такими вот фразочками Ты мой волшебник, ты реализуешь мои мечты Я тебе так благодарна, то есть подпитывала человека Итак, если в ваших отношениях вот возникает мысль о том, что вас кто-то паразитирует на ком-то Я рекомендую маленький эксперимент Скажите, что вы уходите с работы И посмотрите, готов ли ваш партнер Принять на себя обязательства по обеспечению того самого быта То есть подумать о хлебе насущном Или он пойдет искать другого, на ком он будет точно так же паразитировать А ведь очень же многие считают, что действительно обязанность и задача мужчин Ну, так сказать, задержать семью и баловать свою женщину Это разве не смежное понятие? Ну, есть такие барышни по архетипу девочки, которые хотят, чтобы их баловали Но тогда и она должна мужчине давать ту эмоцию, энергию, радость Например, организовывать совместные путешествия То есть то, что она может сделать Наряжать его, своего мужчину Говорить, я подобрала себе последнюю коллекцию То есть закон давать брать не должен нарушаться И когда люди говорят Да, я для нее это, а она для меня это Это вовсе не какая-то, знаете, такая выгода Это как раз, наоборот, удовлетворение друг друга Да, и забота Мне кажется, даже не только в паре Ведь я очень хорошо помню рассказ от Джека Лондона Где была история вот мальчика Который, ну вот он очень тяжело работал И получалось так, что он содержал всю семью И за счет него вот мать говорила Потому что вот эти деньги мы отложим на обучение То есть ты вот работаешь там на какой-то тяжелой Низкооплачиваемой, ну в общем, грязной работе А вот младший, зато вот ребенок, младший брат пойдет И в какой-то момент он бросается и говорит Что нет, я хочу отправиться путешествовать Я хочу для себя открыть мир Я не хочу убить свою жизнь Вот ради даже, ну вот, самых близких людей Но вот просто перечеркнуть ее И это, ну, такое достаточно тоже, ну, не знаю, мотивирующий Это очень было, я помню, когда читал в молодости рассказ Который мне проявил Да, люди очень часто говорят, что нужно проживать, жить ради кого-то Вот еще признак токсичных отношений Дело в том, что мы приходим в этот мир сами И мы действительно должны или хотелось бы, чтобы мы проживали свою жизнь Потому что есть такое понятие Свет к свету, деньги к деньгам, да Горе к горе, ну, не успех к неуспеху, а успех к успеху И поэтому мы всегда делимся тем, что есть в нас Если мы счастливы, мы будем делиться счастьем Если мы успешны, мы будем делиться своим успехом А если мы несчастны, злобны, агрессивны Мы будем делиться именно этим Поэтому прежде всего мы должны Притягивать таких же людей, да? Прежде всего мы должны думать о себе Насколько бы вот сейчас не звучала эта фраза эгоистично Но мои американские всегда коллеги говорят такую фразу Твой самый лучший клиент, ты сам Вот, и всегда нужно думать об этом Еще одним признаком токсичных отношений является Когда люди постоянно высмеивают друг друга И у них постоянные ссоры Ссора – это вообще исключительно интересный феномен И я вообще предлагаю одну из передач Как раз назвать ссорой Я научу, как правильно ссорить, как правильно ругаться Я скажу больше Есть у меня знакомые две итальянские пары Которые говорят, что наш брак – долог Только благодаря ссорам Потому что мы в это время выплескиваем эмоции И в то же время мы говорим друг другу Все, что у нас наболело Зато потом у нас, говорит, бурный красивый секс В этом есть? Есть, есть, есть Я об этом как раз расскажу Просто это настолько интересный феномен Что я вот не хотела бы сейчас помкать Да, может быть, да Да, я просто единственное скажу Что когда люди высмеивают друг друга и ссорятся Иногда у кого-то возникает ощущение Что мне плохо Я ненавижу весь мир И соматика нам об этом дают знать Если у нас болит горлышко Значит, да, мы впадаем в детский регресс Значит, мы не можем проговорить какие-то вещи Болит сердечко, не хватает любви Болит спинка, значит, мы не держим Да, сложности этой жизни Вот аллергия Вот сейчас я приехала в Ригу Немножко вот тут Я вообще, психотерапевты не болеют Друзья мои, если психотерапевт болеет Значит, у него что-то негармонично И у меня вдруг вот немножко такая вот Типа аллергии, да На цветение, на пыль И для меня это автоматический знак Что я немножко истощилась И нужно сделать передышку Вот, а если у людей тотально Вот такая вот уже ненависть к себе Ощущение несчастья Это уже, конечно, признак токсичных отношений У нас просто есть звонок Да, конечно Да, пожалуйста, вы в эфире Добрый день, здравствуйте Здравствуйте Что бы вы могли сказать с точки зрения психоанализа Психоаналитики о национализме У нас власть цветет буйным цветом У соседей по-другому Это ментальность нации или как-то Ну, что вы могли бы об этом сказать Как-то прокомментировать Вы знаете Спасибо за вопрос У Зигмунда Фрейда есть Замечательная научная работа Называется она Недовольство культурой И вот там как раз объясняются Все взаимоотношения Национальные, культуральные, политические С точки зрения отношений родителей и детей Вот Я, конечно, сейчас не смогу ответить вам Вот прям вот очень быстро-быстро Просто обращаю вас к этой работе Она безумно интересна И она ответит на этот ваш вопрос Более глубоко Словами Зигмунда Фрейда А здесь я хочу сказать Что это, конечно же Все те же самые силовые игры Нехватка любви, да, скорее всего Это силовые игры И, в общем-то, ощущение Внутренней какой-то дисгармонии По разным причинам Если вдруг Вот есть же еще одна модель поведения Люди просто закрываются Они не хотят слышать о проблемах И даже вот иногда бывает Перестают разговаривать друг с другом И это не то молчание Когда люди на одной волне И просто им комфортно молчать друг с другом А молчание как наказание партнера Как обида Обида Ну, с точки зрения ссоры Вообще говорится, что отношения Они неразговорного жанра Многие вещи делаются тактильно На уровне прикосновений Взаимодействия в одном пространстве И слово, в общем-то, более важно для женщины Чем для мужчины Девочки раньше говорят физиологически Для мальчиков очень важны прикосновения И, например, если один из партнеров Мужчина говорит Я не хочу с тобой разговаривать То нужно, значит, его привести В такое состояние Когда он будет способен тебя услышать Потому что, на самом деле Это должен быть не футбол Это должно быть не бурная ссора ночью Потому что самая ужасная фраза Для мужчины, которую он может услышать Нам нужно поговорить Все, считай, ты сорвал весь разговор И разговор не состоится А где-то более-менее плюс-минус Даже если вы уже на пике Отношения, что называется Вот еще немножко и разрушатся Но всегда есть возможность Где-то там, я не знаю Пойти на прогулку, еще что-то И потихоньку начать проговаривать Что же является дисгармоничным И здесь нужно разговаривать с мужчиной Как с мальчиком 9-10 лет Не говоря ему, что ты Где твоя ответственность Ты взрослый мужчина Ты должен отвечать за то-то, то-то, то-то Да ничего он не должен Так же, как и ты А вот если ты говоришь Слушай, ну вот здесь вот Ну немножко мне там Дискомфортно, неприятно Давай подумаем Вот как можно Что-то, может быть, изменить И нам станет обоим лучше Ну да, потому что Заставить по факту человека Вот словом должен А принуждать вот этим долгом Это бесполезно Да, женщина Да, это бесполезно Очередной вопрос Здравствуйте, добрый день Пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте У меня вопрос такой Рабочий, наверное Скажите, пожалуйста Вот те специалисты Которые занимаются Консультированием В области семейных отношений В отношениях пари Если ли Должен ли быть у них Какой-то критерий Ну, допустим Находятся ли они В гармоничных отношениях Или вообще не знают Что такое отношения Никогда не были в браке Или Были там в трех разводах И не смогли создать Свою семью Насколько это важно Для специалиста Который проводит консультацию С сапогами или сапожами Да Благодарю вашу вопрос Вы знаете, конечно же Как я говорю У всех людей Своя психическая реальность Для меня однозначно Психотерапевт Должен быть успешен По всем тем направлениям О которых он говорит Но что касается Лично меня Я вот 24 года в браке Поэтому могу С полной уверенностью Разговаривать об этом Да И в одном браке То есть у меня не было Больше никаких браков Поэтому, конечно же Когда я говорю Что брак Это тяжелая работа И люди каждый день Должны над этим трудиться Часть моих коллег Как раз Которые не замужем Или не женаты Они говорят Ой, тяжелая работа Ты еще каску надень Вот А это действительно Это правда Ирина, у меня вопрос Брак Люди живут там Год, два, три И, видимо, ну Ребенок Это некое развитие отношений Да Если нет ребенка Там 5-10 лет Отношения могут Пойти на спад То есть вот Насколько необходимо Заводить ребенка Для того, чтобы Как бы отношения Шли в развитие Или они могут быть Долго и счастливо Жить 20 лет Не имея детей Вот я сейчас скажу Тоже очень криминальную мысль Которая может Многим не понравиться Дело в том Что это совершенно Не обязательно Как Лен сказал Заводить детей По исследованиям Британского университета Я сегодня буду Приведу эти исследования Они очень интересны Оказывается Пары без детей Более гармоничны Чем пары с детьми Боже Боже Не надо это ставить в эфир В Латвии Конечно многие Наверное сейчас Пришли в ужас Потому что как раз таки Ну вот Снижение рождаемости Считается одним из таких Самых больших бедствий Современного общества И вот эта психология Child free Она Ну насколько она Может быть опасна Для отношений Она опасна Потому что Ну в общем миссия наша Что мы должны Делать новых людей Как поется в песне Но если это делать Новых людей С точки зрения Того что ты обязан В этом не будет Ничего хорошего Это должно быть Действительно Зрелое решение С пониманием того Что твой ребенок Он не может быть Переложен на нянек И так далее Потому что с точки зрения Психоанализа Понятие вторичного объекта Которым вначале Является грудь материнская Бутылочка Не является вторичным объектом Грудь Ребенок выстраивает Первое взаимоотношение С материнской грудью Которую он считает Своим Своим органом Да Дальше он начинает Понимать Что это не его грудь Да То есть ему нужна мама Как персонаж И Если допустим У ребенка Не было мамы С той самой Хорошей Наполненной Молоком грудью Уже оттуда Начинают Закладываться Очень многие Проблемы Которые потом В общем фонят Всю жизнь Чуть По факту нужно любить Не процесс размножения А результат уже Да И нацелиться Ты знаешь Хотелось бы Что этот процесс Тоже любили Да Так у нас еще есть Один звонок Здравствуйте 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 Я слушал Начало Передачи А потом Вынужден был Идти Не знаю Может быть вопрос Который я вам задам Уже звучал Или звучал ответ Если не ответьте Ну что делать Значит Прошу Говорите Пожалуйста Судя по тому Что вы сказали В начале Получается Что вы Считаете Что отношения Между двумя мужчинами И отношения Между двумя женщинами Они нормальные Да То есть Их надо приветствовать Или поощрять Так же Как и поощряются Отношения Между мужчинами И женщинами И между мужчинами И женщинами И так далее И так далее Если вы считаете Это нормальным То как вы тогда Расследоваете А кто род Это продолжать будет Спасибо Вопрос со звездочкой Ой да Я благодарю вас Я уже даже Назвала бы коллега За ваш вопрос Дело в том Что на сегодняшний день Мы говорим уже Не о двух гендерах А о четырех То есть Есть женщина В женском теле Есть мужчина В мужском теле Есть Женщина В мужском теле И это вовсе Не обязательно Человек Гомосексуальной Направленности Это такой Знаете Тонкий Рефлексирующий Мужчина На которого Все время Давят обстоятельства И есть мужчина В женском теле Это такая Железобетонная Леди Которая может Выглядеть Так же Как моя Сегодняшняя Коллега Леночка Такая вот Истинная Женственность Да Но внутри Такой Кремень Это не у Леночки Я говорю В принципе Так может Выглядеть Женщина После перчатки И вот Когда вступает В отношении Вот такой Рефлексирующий Мужчина И такая Железобетонная Леди Ведь психологически Это выглядит Совершенно Перверсивно То есть Извращенно Но при этом Мы воспринимаем Это нормально Дело в том Что Гомосексуальные Отношения Именно мужчина С мужчиной Женщина С женщиной Имеют в основе Очень глубокую Психоаналитическую Историю И почему Так происходит Именно с точки Зрения физиологии И психологии В этом может Конечно же Разобраться Психоаналитик Но это Не норма Не норма Даже сегодняшней Жизни Хотя это Всевозможно Популяризируется И говорится о том Что давайте Отнесемся к этому Как абсолютно Нормальному Культуральному Явлению Хочу вам сказать Что еще 8 лет назад Гомосексуализм Был включен В справочник В МКБ Международный Классификатор болезней Как психологические Отклонения Вылечить его можно Если это болезнь Невозможно Это глубинное Структурное Изменение Личности Это на всю жизнь Это на всю жизнь Плохо ли это Вот здесь я не берусь Отвечать за это А это изменение Личности Или человек Рождается уже С этим Есть и такие И такие причины То есть безусловно Есть какая-то почва Но должен быть Еще и толчок Но вот у нас К сожалению Очень мало времени Остается А вот исследования Открытого Британского университета Которые мы как-то Анонсировали Чтобы успеть Хотя бы что-то О них сказать Несколько слов Вот да Я хотела бы действительно Сказать Что проведено Исследование Очень интересное Британцами И они сказали Что есть Вот прям Вот я буду Сейчас перечислять Вот знаете Пунктами Признаки Когда действительно Пары могут распадаться Отношения токсичны Но прежде всего Это страх Остаться одному То есть человек По своей природе Он всегда Требует Тот самый Вторичный объект Изначально Которым являлась Материнская грудь А потом уже В общем-то Мама, папа А потом уже Твой будущий партнер Статистика разводов Британцы это выявили Следующее На два брака В среднем приходится Один развод Но к сожалению Нет статистики Сколько пар Живут В токсичных отношениях Очень часто В токсичных отношениях Всегда есть скрытая выгода И например Мужчине развестись Гораздо сложнее Чем женщине Потому что Когда мужчина Входит в процесс развода У него рушится Знаете Такая глобальная Фундаментальная история Что оказывается Я не в состоянии Был удержать Свой проект Мой проект Неуспешный И соответственно Я неуспешный Поэтому как говорят французы Женщине гораздо проще Поменять мужчину Чем мужчине Женщину Мы же помним У него одна проекция Это мама Значит что еще говорят Британцы Что оказывается Пять тысяч человек Они обследовали Что в гетеросексуальных парах То есть мужчина Женщина Отношения Хуже Чем в гомосексуальных Но это британцы Мы можем Потому что в гомосексуальных Там общие интересы Открыто Доброжелательные отношения Конечно На рыбалку Можно всегда Поехать Дальше Дальше они Перечисляют к признакам Если вам скучно Если вы завидуете Друг другу Если у вас Вообще Нет секса Это кстати Очень важная вещь С этим постоянно Приходят ко мне В кабинет И кстати Обращаются С этим женщины Что мужчины Отказывают им в сексе То есть вообще Все перевернулось В этом мире Да Дальше Очень интересно Вот что мне понравилось Если у вас дети Вот это я уже сказала Это тоже может принести Некий разлаг В отношения Особенно если есть дети От первых браков Да Дети от первых браков И тогда В общем Человек не чувствует Что его история новая Да Здесь нужно конечно Договариваться Если у вас много Разведенных друзей Дело в том Что разводом Можно заразиться Так же как Глупостью И так далее Если вы оба Не высыпаетесь И поэтому нужно Вот британцы рекомендуют Спать в разных комнатах Да А приходить друг к другу На свидание То есть чтобы не храпеть Не давать спать Да Если у вас пара Красавица и чудовище Только наоборот Красавчик и чудовище женщина То есть 450 пар они обследовали Если мужчины считают себя Более красивыми Они перестают вкладываться В своих партнерш Да Покупать им красивые подарки И так далее И очень интересно Если вы занялись сексом Сразу на первом свидании То есть британцы говорят о том Что прежде чем лечь в постель Подумайте Нужны ли вам продолжительные отношения И если нужны То нужно Хотя бы три свидания Чтобы у вас прошло Без интимной близости Вот То есть тогда есть залог того Что все Пара сложится У нас есть просто ничего Несколько разрываются звонки Две минутки буквально Я очень коротко Александр меня зовут Ответьте мне пожалуйста Тогда Как тогда наши предки жили Вот Они во-первых Жили долго лет Без мобильников Без ничего В общей комнате По 12-15 детей В семьях были Как тогда Они жили тогда Вот вы такое рассказали Если бы они сейчас это услышали И честное слово Они в Диповоде были удивлены Спасибо Спасибо Но современный мир Не стоит на месте И наши условия Действительно Жизни Они улучшаются Сейчас звонок И тебе привезут пиццу Звонок И тебе погладят рубашку И современный человек Он становится Все более и более инфантильный Прежние условия жизни Мы уж вообще не берем Средневековье Конечно Они Ну диктовали свои условия Что люди жили в коммунальных квартирах Моя бабушка Жила в коммунальной квартире Да я собственно В школе когда училась Жила в коммунальной квартире Да пусть мы не в одной комнате Но через стенку сосед И мы встречались Нос к носу в ванной Или на кухне И нас это не смущало Конечно же Это все условности Но можно я добавлю У меня когда-то был Откровенный разговор с дедушкой А понятно что деревня Это открытая книга Конечно И он мне сказал Внученька Изменяли все Направо и налево А как же иначе Все было доступно Но просто это умалчивалось И из этого не делали трагедию Да и в комнате Вешали перегородочки И каждый жил своей жизнью Потому что тело Все равно потребует свое Буквально одна минутка Ваш вопрос Короткий вопрос Вам не как психолога А как человеку Вот эта гомосексуальная тема А почему такие приоритеты Вот в развитии этой темы Как вы считаете Приоритеты следующие Потому что Вы знаете Вот буквально месяц назад Я университет в Петербурге Провела С своей научно-исследовательской Группой студентов Исследования Очень многие считают Человека своего пола Противоположного пола Ну в данном случае У меня просто на факультете Больше девушек Вот Они считают врагом 20% девушек Считают Мужчин Ну Молодых людей Врагами И конечно же Я отгораживаюсь И мне проще выстроить отношения То есть совершенно другим человеком А именно своего пола Потому что люди Не вкладываются сейчас в отношения Отношения Даже подружить Даже пойти в кино Компании Очень энергозатратны Сейчас же проще Сесть перед компьютером Ставить лайки Если мне кто-то не устраивает Просто заблокировать его Вот тоже я все время говорю Это признак слабости Когда вы блокируете Да Каких-то людей И не способны С ними поговорить Люди Очень сильно Тревожны 99% студентов Университета У меня на факультете Имеют уже Повышенный уровень Тревожности То есть он по факту Ослабил оттуда Все вот эти психологические проблемы Я думаю Что мы обязательно продолжим Наш разговор В следующей встрече Ирина Богачев Психолог Психоаналитик Сегодня была у нас в гостях Елена Михайлова Организатор мероприятий Спасибо большое